и пришла к ютюбу. Приезд, я очень быстро адаптировалась к этой культуре, так как я всегда хотела здесь жить. И не знаю, я такой человек, что мне очень легко адаптироваться под любую культуру. Я как хамелеон, можно сказать. Конечно же я все равно наполовину русская, наполовину молдаванка, это все равно в моей крови, но мне очень легко адаптироваться к культурам, выучивать язык, жить здесь. И поэтому мне было очень легко. Через 6 месяцев мне уже люди принимали за свою. Ну конечно же все по-любому слышат мой маленький акцент, от него избавиться просто невозможно. Как дальше разбивалась и пришла к ютюбу? Вообще я начала учиться в колледже на дизайнера интерьера, и мы переехали, мы вышли замуж, мы женились, или вышли замуж, как правильно, мы женились с мужем, потом мы переехали в Саут-Киролайна, это прямо совсем другой конец Америки, мы жили здесь, где я сейчас живу, мы переехали с Саут-Киролайна, и мне просто там было очень одиноко, и делать нечего, и мне там никогда не понравилось. Поэтому мы через 2 года с Саут-Киролайна переехали, но это другая история. Поэтому я начала делать видео на ютюб, потому что мне было очень грустно, и у меня друзей там не было. Просто не знала, что делать с собой целый день. Я просто включила камеру и сказала, всем привет, меня зовут Евгения, давайте будем дружить в интернете. Хелька спрашивает, какая твоя девичья фамилия? Моя девичья фамилия Карташова. В какой школе ты училась в Молдове? Я училась в лицее Петру Равиш в Кишиневе, Петру Равиш в Ротезент. Да, вот обычная школа, ну как бы у нас была, это бизнес-школа, у нас нужно было в каждый год где-то три или четыре уроков или классов в разный там бизнес, entrepreneur, или я не знаю, как это слово на русском, но да, как бы я училась все свои годы в Молдове, потом только сюда приехала в университет. Вот так вот. Ну в общем, я думаю, я ответила на пару вопросов. Я очень надеюсь, что вам понравилось это видео. Извините, что если у меня русский не совсем отличный, потому что, честно говоря, я здесь живу, и на русском разговаривать не с кем. Даже мои русские друзья, мы всегда разговариваем на английском, потому что намного легче. Уже, если ты здесь живешь несколько лет, как бы твоя, твой...